Репрессии в отношении национальных сил со стороны действующего в Армении предательского режима в ежедневном режиме каждый раз становятся всё более интенсивными, когда предательские власти готовятся к реализации очередного пункта российско-турецкого плана или сдаче очередной части отчизны. Например, арест и лишение Сосна ЦРР свободы предшествовали окончательной оккупации Арцаха и департации армян оттуда. От тотальной медиаблокады до запуска фабрики фейков, от сотрудничества с КГБшной оппозицией до организации представления в виде псевдозападности властей, Никол Пашинян, бархатный революционер и главный дискредитатор демократических ценностей, используют различные технологии манипулирования, а тотальные репрессии против национального демократического полюса становятся более выраженными, когда полюс инициирует уличную борьбу или акции неповиновения. Тогда николовские власти действительно сбрасывают бархатную маску и на уровне полуголого, дикого сброда и глав районов нападают на оповещающих об акции полюса мирных демонстрантов, даже на женщин. В целом, утвердившаяся в Армении предательская агентурная хунта очень чувствительно реагирует на уличную борьбу полюса, в то время как с КГБшной оппозицией продолжает играть роль в кавычках демократов. Установление полицейского беспредела на площади и насильственные действия полиции, избиение молодых сторонников полюса, николовские власти, не лучшим образом продемонстрировано, как в отношении к вышедшим на улице активистам в защиту вооруженного Великобритания, так и три месяца назад, в октябре, во время одной из мирных акций полюса. Каждый раз бархатные власти пытаются все более жестоко хлестать участников национальной борьбы, которые борются ради отчизны и идентичности. Например, вообще сложно объяснить, почему власти, играющие прозападных, наказывают полюс во время выдвижения требований к властям России, враждебным по отношению к нашей стране. Вспомним январские акции полюса «Блокада ради диплокады», когда национальная сила объявила о блокаде 102-й военной базы, расположенной в Гюмри. В те дни российско-турецкие силы готовили тотальную блокаду и депортацию армян Арцаха. Окружив военную базу, национальные деятели говорили об этой угрозе, требуя открыть Берзорский коридор с обеих сторон. Однако КГБшная Николаевская власть выступила на стороне Российско-Турецкого союза, окружившего Арцах, и снова, применив полицейскую дубинку, попытались сорвать инициативу полюса. В те дни режим Николаев на автобусах перевозил сотрудников полиции из разных регионов Армении и Ерелана в Гюмри, и, выставляя полицейскую стену, а также нападениями полиции, насилием и похищением активистов, пытался остановить борьбу армян против враждебных террористических сил. Крайне жестокие репрессии властей в отношении полюса имеют логическое объяснение. Отметим, по меньшей мере, два из них. Во-первых, для предательского режима полюс является силой индикатора. Рядом с полюсом с большей легкостью рушится и испаряется прозападный образ прозападных Николаевских властей. А во-вторых, полюс, будучи вне парламентской силы и действующей с малочисленными ресурсами, под репрессивной волной, все же умудряется объединять людей вокруг идеи. Именно это приводит действующую власть в ужас, угроза ожидающегося восстания и настоящей революции ценностей. Каждая уличная борьба полюса может обернуться революцией за будущее Армении. Именно этого и боится Николаевский режим, что, однако, неизбежно. Рождение государства в виде продолжения Первой республики является необратимой реальностью, ведущей силой этой ответственной и обязывающей борьбы будет Национальный Демократический Полюс.